В октябрьском районе задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. В одной из ночей сотрудники полиции остановили автомобиль с моторной лодкой на прицепе. В плавсредстве обнаружили мешки со свежей рыбой и сети. Установлено, что незаконный вылов орудия массового истребления водных биоресурсов браконьер производил на Крымкарском сару в акватории реки О. Эхтологическая экспертиза показала, что среди изъятого 135 особей езя, 23 окуня, 5 лещей, 2 щуки, а также судак и платва. Общий материальный ущерб превысил 160 тысяч рублей. Лодка, автомобиль и прицеп изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело. В Югре началась речная навигация. Так, на Канде, которая первой в этом году освободилась от льда, сюда начали ходить по двум направлениям. Междуреченский Луговой и Междуреченский Кандинский. Кроме того, открыли навигацию и на Иртыше по трем маршрутам. Ханты-Мансийск-Цингалы, Ханты-Мансийск-Кандинское, Ханты-Мансийск-Выкатное. Добавлю, что в Югреле доход до сих пор продолжается на АБИ, поэтому основную часть маршрутов планируют запустить с 15 по 19 мая. А в Сургут речной транспорт начнет ходить с 16 мая. Как обезопасить себя и свой дом от пожара? Дачникам Нефтьюганска об этом рассказали сотрудники МЧС. Домовладельцам напомнили основные правила пожарной безопасности. Так, первичные средства тушения пожара – это ящик с песком, бочка с водой, огнетушитель – всегда должны быть под рукой. Узнали дачники и о том, что делать категорически запрещено. Например, сжигать сухую траву и использовать открытый огонь. Что касается шашлыков, можно, но крайне аккуратно. Любой случайно выпавший уголек или сильный порыв ветра могут превратить прекрасный выходной в настоящую трагедию. Поэтому к установке мангалов также есть свои четкие требования. Расстояние от зданий на садовом участке с 1 марта изменились, составляет не менее 5 метров. При этом территория горения должна быть очищена от горючих материалов на расстоянии 2 метров. За нарушение требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим для граждан предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей. А чего бы и нет, как не важно. Конечно, кто-то нуждается в этом, кто-то понимает. Конечно, надо напоминать. Курить я не курю, с огнем аккуратно отношусь всегда. Все у меня под контролем, вода постоянно, у меня бочка налита на всякий случай. То есть все безопасности? Да, даже огнешитель есть. Социальные обязательства перед жителями округа выполнили в полном объеме. В игре обсудили исполнение регионального бюджета за прошлый год. Основные параметры главного финансового документа округа озвучили в ходе публичных слушаний. Несмотря на непростые экономические условия, доходы казны составили почти 300 миллиардов рублей. Это на 24 миллиарда больше, чем в 2021. Основной объем доходной части был сформирован налоговыми поступлениями. А вот потратил округ в прошлом году более 314 миллиардов, что на 38 миллиардов больше, чем годом ранее. Практически 70% от этой суммы направили на развитие социально-культурной сферы. 86 миллиардов рублей получило образование. Расходы на здравоохранение составили 74 миллиарда. В частности, более 2 миллиардов потратили на приобретение, ремонт и обслуживание медоборудования, а также покупку лекарств. Еще 1 миллиард 800 миллионов направили на реализацию регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В результате введено в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта и 1 амбулатория. Завершен капитальный ремонт на 14 объектов первичного звена здравоохранения. Приобретено 105 единиц медицинского оборудования. Основные показатели бюджета, которые были запланированы, значит, он поправки вносили в течение года не один раз, уточнялся. Но, тем не менее, в конечном итоге вышли на те параметры, которые превысили плановый результат, во всяком случае, по доходам. Снизился дефицит бюджета от первоначального плана. Хоть он остается, ну, значит, 15 миллиардов рублей, но тоже намного меньше. Государственный долг сократился, резервный фонд сохранился. Субтитры создавал DimaTorzok